Последний шанс. Как подросток из Башкирии сражается с онкологией и как вы можете ему помочь? Как живут уфимцы в квартале, который снесут ради восточного выезда? Уфанет привозит в Уфу знаменитый московский оркестр. Чем он крут? Беспокоит ли россиян курс доллара? Опрос Мирка Здравича. 13 октября в 9 часу утра в центре села Петровское Ишимбайского района медведица напала на женщину, которая шла на работу. Как рассказали ЮТВ в пресс-службе Минздрава Башкирии, пострадавшую госпитализировали в центральную районную больницу Ишимбая. У нее сломана рука и расцарапана спина. Отмечается, что женщина смогла самостоятельно уйти от хищника. После этого медведицу, которая пришла в село вместе с медвежатами, окружили местные жители. Позже появилась и подтвердилась информация, что зверя застрелили. Медвежат планируют передать на передержку в местную организацию Ишимбайско-районное городское общество охотников и рыболовов. Отметим, что осенью 2023 года медведи стали часто выходить к людям. По информации Госкомитета ПЧС, жители Башкирии за год обращались к спасателям 42 раза с сообщениями о встрече людей с медведями. Больше всего вызовов, 14, поступило в сентябре. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы находимся на пересечении улиц Комсомольской и округ Гали. Именно здесь возьмет свое начало магистраль, которая выведет автомобили с восточного выезда на улицу Уфы. Один дом уже снесли. Мы решили пройти по будущей дороге и узнать, сколько домов уже попали под ковши экскаватора. Год назад администрация Уфы опубликовала документ, по которому под снос должны были пойти десятки домов на Мурманской, Бессоново, Оборонной, Северной и других улицах. Через три года улица Галли должна стать длиннее и соединить западную часть города с восточным выездом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работы начались еще в июле. По крайней мере, об этом нам сообщает информационный стенд. Но пока признаков активного строительства нет. По улице ходят студенты автотранспортного колледжа и случайные прохожие. Ездят машины. На окнах многих частных домов виднеются домашние растения. Пока на улице Казанской тишина и покой. Только иногда проезжают автомобили. Но совсем скоро здесь начнут работать экскаваторы. Частные дома на этой улице пойдут под снос. По пути нам встречалось немало прохожих. На этой улице живут десятки горожан. Одна женщина, Винария, согласилась пообщаться с нами. Ей пока не пришло уведомление о сносе дома. Ее жилье стоит немного глубже. А потому новая магистраль должна пройти мимо. Что хотят, то и делают. А разве мы такие уж важные? Мне еще про снос это не говорят. Вот останется три дня, потом придет, скажет. Куда я пойду одна? Недавно сына похоронила еще. По словам Винарии, почти все ее ближайшие соседи переехали. Осталось лишь несколько семей. Но пройдя дальше, мы встретили еще одного местного жителя. У него тут свой двухэтажный коттедж, который он делит с женой. Раньше в этом доме жила еще и его бабушка. Конечно, все равно эта дорога будет. Но надеемся, что она не скоро построится. Надеемся, что не скоро построится. А вообще, конечно, очень обидно. О том, что их землю хотят изъять под нужды города, Владимир узнал еще 9 лет назад. И с тех пор каждые три года они получают уведомление о том, что скоро их землю заберут, а дома снесут. За их собственность жителям предлагают денежную компенсацию. Первоначально вообще предлагали 11 миллионов. 11 миллионов из расчета. У меня дом оценили 27 тысяч квадратный метр. По 27 тысяч. Землю там что-то по 500, по-моему, тысяч оценивали. Вот. Мы вызвали независимых оценщиков. Независимые оценщики в 28 миллионов оценили. Как нам рассказали жители, переезжать никто особо не хочет. Тем более за несправедливую, по их мнению, компенсацию. Видимо, свои дома им придется отстаивать в судах. Сейчас изъятие их земель отложили до весны. Так как к соглашению города-жители так и не смогли прийти. Казанская улица не единственная попадает под реконструкцию. Сносить будут также дома на Оборонной, Мурманской и Северной. Некоторые жители уже уехали. Но заброшенным район назвать нельзя. Многие здания, казалось бы, пустые, но до сих пор их охраняют дворовые псы. Возможно, забытые хозяевами. Вот мы и дошли до восточного выезда. В будущем, по проекту, отсюда автомобили будут выезжать в Зауфимье. Реконструкцию улицы, по которым мы прошли, должны завершить к 2026 году. Но пока на всем ее протяжении живут десятки семей. Вместо типичной для подростка жизни с играми и прогулками ежедневное сражение за здоровье. 15-летний Данила Кубангулов из Уфы уже год сражается с онкологией. Он нуждается в дорогостоящем лечении. В единственной клинике, которая подарила ему надежду на выздоровление. А началось все с поездки в санаторий, после которой мальчик вернулся сильно похудевшим. Его мама поняла, что-то идет не так, и записала Даню на прием к педиатру. Врач, увидев покрасневшее горло, уверял, у мальчика обычная простуда. А в частной клинике поставили совершенно другой диагноз. В такое возвышение, там, есть что-то. А я говорю, а кто такое? Я говорю, это она говорит, я не знаю, вот мне тоже интересно, что это такое. Идите вы на УЗИ. Мы пошли с ним на УЗИ. Все, и доктор сидит, делает УЗИ, так проходит 20, 30, 40 минут, она молчит. Просто у нее такие глаза. Но я поняла, что это опухоль, потому что ничего это не может быть там внизу и такого большого размера. Даню сразу госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе. Чтобы подтвердить диагноз, нужно было 10 дней. Кульнас нашла хирурга в Самаре. Он провел обследование и вынес неутешительный вердикт всего за два дня. Она еще в брусной полости, она еще не беспокоила. Скорее всего, поэтому мы ее не заметили. Которую в грудной клетке, там места мало, и она начала давить на нервы, и начало все это болеть очень сильно. И потом, в пятницу, пришел ответ, что у нас берут нижним ногу, грудина химия. Так начался путь длиной в год. Путешествия из одной больницы в другую. Пробы разных методов лечения. Некоторые действительно имели успех. У нас ничего не росло, ничего не беспокоило. И, по сути, когда мы делали УЗИ, МРТ, там казалось, что все это снижается, все усыхается, все растворяется. Вроде все было хорошо. На обследовании выяснилось, что появились новые очаги. Это означало, что лечение не помогало. Тогда стало ясно. Типичные методы не работают. И нужно пробовать нестандартные подходы. Соглашались на все, что могли предложить врачи. Даже на клеточную терапию и препараты, которые ранее не использовались на детях. Семья вернулась в Уфу. Но в больнице смогли предложить только палеотивную помощь. Отказались от ребенка и зарубежные клиники. Только в Израиле смогли предложить целых два варианта лечения. Женщина с сыном сразу прилетели. А через пару дней боевики «Хамас» напали на страну. Вообще мы не привыкли к такому. И очень страшно. Как только начинаются сирены, они забегают, начинают орать, чтобы мы быстро собирались. Мне надо Данила пересадить на квесло, потому что он сам не может так быстро ходить. Брать вот эту стойку с системами, потому что он подключен. И мы несемся все вот в этот какой-то коридор. Это страшно. Лечение проводят за счет денег, полученных в ходе сбора. Однако сумма, которой располагает семья, стремительно уменьшается. По словам женщины, с благотворительными фондами очень сложно сотрудничать. На федеральном уровне запрещено помогать детям, проходящим лечение за границей. Даже если аналогов этого лечения не существует в России. В России мне все доктора сказали, что все, только идти домой и ждать. Как вы считаете, что мне делать? Я говорю, вот у меня есть такой вариант. Ну, просто по-человечески скажите. Я говорю, что я к ней? Она сказала, у тебя здесь шансов нет, у тебя здесь ребенок умирает. Никто его не лечит и лечить не будет. Опухоль растет, сколько дней у нас осталось, я не знаю. Поддержать Даню и помочь его семье оплатить лечение можете и вы. Реквизиты видите на экране. Диана Халяпова, Виталий Федотов, телеканал ЮТВ. Август в Башкирии и в нескольких соседних регионах прошел под звуки классической музыки. В Нефтекамске, Бирске, Белебее, Ёжкороле и Оренбурге прошли марафоны классической музыки от компаний Уфанет и продюсерского центра ЯН. Большие праздники, которые на один вечер превращали городские парки в концертные площадки. 13 сентября уже Уфа приняла один из самых больших концертов сезона. Всех ценителей классической музыки собрал Санкт-Петербургский оркестр «Северная симфония». Культура – это вечная ценность. Великая музыка, музыка великих композиторов, великолепные исполнители – это чудо. И вот мы хотим сделать в это сложное время небольшое чудо и подарить его жителям республики. Люди были очень довольны. Они говорили, вы для нас открыли, вы нам открыли классическую музыку, и мы очень благодарны. Вот благодарен. Благодарен, что они сюда к нам приехали, а не мы к ним ехали. Я вот счастлив услышать такой качественный звук. Никакое развитие даже про современность, про будущее, про настоящее не будет, если мы не знаем основ. И классическая музыка – это основа. Были знаменитые произведения, звучали, поэтому видно было по тем, кто пришел, что чувствовали себя комфортно. Финал осенней культурной программы случится 12 ноября, когда в Уфе выступит Государственный академический симфонический оркестр имени Евгения Светланова – советского композитора, дирижера и пианиста. Управлять им будет дирижер Дмитрий Юровский. Организует музыкальный проект компания «Уфанет» и продюсерский центр «Ян». Госоркестр имени Светланова – это один из старейших оркестров нашей страны. И у них уникальный стиль исполнения произведений. Дмитрий Юровский, я считаю, он более классический дирижер. Здесь вот именно больше классика такая чувствуется. Чем культура, чем дух выше, тем нация, народ успешнее, гуманнее, привлекательнее. Тем легче, лучше жить в стране. Не пропагандируя вот эту классическую музыку, мы и делают нашу жизнь лучше. Наша работа заключается в том, чтобы развивать и растить нового зрителя. И тут очень важно, чтобы тебя одинаково хорошо поняли все. То есть и профессора-академики, и специалисты, и просто любители. Государственному академическому симфоническому оркестру уже 87 лет. За десятилетия на эстраде коллектив выступал на сценах Вашингтона, Лондона, Парижа, Токио и многих других столиц. А в Уфе он отыграет первый концерт, организованный компанией Уфанет и продюсерским центром Ян. Это разнообразие не только в плане языка, на котором исполняется произведение, но и в плане стиля, там, барочный, классический, романтический, современный. Очень важно, чтобы и у нас была возможность слушать и исполнять разное. Ну и, конечно, у тех, кто приходит в наш театр. Баланс между зарубежными и отечественными композиторами будет выдержан и в этот раз. Поэтому еще один праздник музыки может стать новым уровнем для тех, кто знакомится с классикой. Концерт Государственного академического симфонического оркестра состоится 12 ноября в Государственном концертном зале Башкортостан. Билеты можно купить на сайте ufaconcert.ru и в кассе ГКЗ. Егор Полторыхин, Анастасия Никишина, телеканал ЮТВ. Здраво! Меня зовут Мир Коздравич. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что внимание к колебанию курса доллара является рудиментом прошлого и не является поводом для беспокойства. А беспокоится ли у финцы о повышении курса доллара? Давайте узнаем у них прямо сейчас. Погнали! У вас беспокоит повышение курса доллара? Нет, не беспокоит. Нет. Нет? Вот меня лично нет. Я вообще его никогда в руках не держал, честно говоря. Это ни конё просто. Я, сынок, доллар не разбираюсь. Я живу Советским Союзом. Скоро Советский Союз. Весь народ об этом мечтает. Путину надо сказать об этом. Скажу. Весь народ. Как оно меня должно беспокоить? Нет. Почему? Потому что Россия стабильное государство и всё у нас будет хорошо. Нет, не беспокоит. А вас? Не то, что он меня беспокоит. Просто я удивляюсь. Оно нас радует. Потому что страна от этого выигрывает. Мы, наверное, как граждане, ну нет. Ну ничего, мы потерпим. Если я об этом начну задумываться, оно меня станет беспокоить. Просто времени нет об этом задумываться. Нет. Почему? Денег нет. На доллар. Вот видите, как хорошо. Да. Ребята, вас беспокоит повышение курса доллара или для вас не смертельно? Неприятно, как минимум. Конечно же, да. А как это? Курс доллара может не... Ну, как минимум не интересовать человека. Периодически, конечно, да. Да. Кстати, упал маленько. Вчера он был в 103, сегодня 96. Обещает 80. Верите вы в то, что все-таки наладится немножко ситуация? Нет, конечно, не верю. Но надеюсь. Но потому что начинает все расти, все цены. Я на Алиэкспресс раньше заказывал полную корзину на 1000 рублей. А сейчас два товара только на 1000 рублей. Ну, я сейчас как молодой папа. Памперсы. Во-первых, в России очень сильно подорожала недвижка. Потом автомобили. Электроника тоже зависит от курса доллара. А инфляция в России за последние 10 лет 300%. Техника дорожает. Она всегда дорожала. Доллара не зависит. Ну, зависит, но не сильно. От курса доллара зависит больше часть цен на продукты. В принципе, всю продовольственную часть, так еще и просто на все. На все абсолютно. Доллар, как думаете, вообще влияет на это? Или в целом, ну... Думаю, не влияет. На те вещи, которые я покупаю, сильно не повлияло. Потому что я покупаю в основном продукты. Вещи первой необходимости. То есть, если в целом мало покупать, то нормально. Грустно, правда это звучит? Я не заметил. Мне раньше плохо, что сейчас так. Вот видите, главное стабильность. Позитивно смотри. Что делать с долларом мы с вами будем все? Мы с ним ничего не сделаем. И что делать? Вообще, хороший план, как по мне, был продавать нефть за рубли. Необходимо свое производство развивать. Продукты нормальные у нас? Нормальные, прекрасные. Техника? Тоже отличные. Машины? Наши самые лучшие в мире. Лучшие в мире машины? Конечно. Давайте позитивные какие-нибудь прогнозы. Я бы не загадывал, честно. Что, не доживем, что ли? Нет, доживите, доживем. Вопрос, в каком свете эта страна будет через 10 лет. В каком состоянии мы будем? Нам не беспокоиться. Песков сказал, что не надо беспокоиться по поводу доллара. Если Песков сказал. Песков много чего сказал. Пускай не говорит. Я-то рублями пользуюсь, не долларами. А зачем нам доллар? Мне он не нужен. Он никому не нужен. Мы же за рубль, за русский рубль. Я русский! Я иду до конца. Все, спасибо. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»